Всем привет, с вами Терен. А если вы следите за играми в жанре MMORPG, то наверняка заметили, что этот жанр на компьютерах больше мёртв, чем жив. Игры выходят редко и чаще ничего хорошего из себя не представляют. Но мы продолжаем надеяться. Из последнего вспоминается только пара игр. Громкий релиз Lost Ark, во время которого были куплены все блогеры, вся реклама и про игру не слышал только ваш код. Правда, это не особо помогло игре прожить долго, так как на деле это оказалось стандартной мобильной ММО, но сделанной для компьютера. В игре не было ничего притягательного, кроме разве что приятной графики. Следующий в кавычках прорыв в жанре MMORPG ожидался от Astellia Online, локализатором которого выступила Mail.ru, а она вообще не берется за игры, которые нельзя выдает полностью. Там вообще было всё плохо. Игра с графикой из 2007 года, кошка-девочками и системой коллекционирования питомцев, как в покемонах, куда ресурсы можно было вливать тоннами. Конечно, у любой игры есть свои фанаты и люди, которые будут в неё играть, но всегда хочется чего-то нового, чего-то свежего и интересного, а не откровенных попыток срубить бабла на ностальгии или очередном переиздании давно мёртвой игры. Привет, Блесс! Тут на горизонте замаячил новый проект, надежда под названием Core Punk. Информации по игре пока немного, так как игра всё ещё в разработке, но в ролике я собрал её всю. Игру разрабатывает компания Artificial Core. Главный офис у них в Амстердаме, а сама разработка игры идёт в Киеве. Так что можно сказать, что это частично наша игра. Это первая игра студии, но судя по интервью, они сами задроты MMORPG и опыт геймдева тоже присутствует. Core Punk это изометрическое MMORPG с бесшовным открытым миром, созданным для бесконечных исследований, а также туманом войны. Игра, по заявлениям разработчиков, предлагает всё, что вы ждёте от MMORPG. Ремесленные и добывающие профессии, арены и поля битвы, гильдии, фермы, доставка грузов, квесты, случайно сгенерированные подземелья, рейды и глубокий лор. Отдельный упор во всех роликах делается на туман войны, но что это? Если вы играли в моба игры или в стратегии, то видели, что вся карта закрыта туманом, а вы видите врагов и объекты в небольшой области вокруг вас. Туман войны на самом деле может немного разнообразить геймплей, так как позволяет использовать различные тактические штуки в PvP и вводит элемент рандома. Даже при наличии карты мира вы не будете знать, где находятся города, поселения и данжи, всё придётся искать самим. Пока непонятно, что ждать от PvP помимо арен, но возможно тут будут битвы гильдии и нападения на любого игрока, как в той же Альбион онлайн. Вряд ли, конечно, при убийстве вы будете терять весь лут, всё-таки это не песочница, а мморпг. Но засады на врагов, пользуясь туманом войны, можно будет устраивать классные. Мир игры. Нам обещают большой полностью открытый мир. Никакого разделения на локации, никаких постоянных загрузок. Большой открытый мир, по которому мы можем передвигаться как угодно и где угодно. Что касается основной истории, то действие Корпанг будет происходить в месте под названием Квалат, которое однажды стало эпицентром катаклизма и изменившим всё мироздание. Отголоски катастрофы до сих пор встречаются на этих пустошах в виде аномальных зон, затерянных руин и остатков устройств, созданных по необычным технологиям. Раньше в этом месте обитала древняя высокоразвитая раса воинов, называемая Завоеватели Космоса. Несмотря на невероятную мощь, в итоге она пала, а Квалат опустел. Чтобы понять, что порезошло много эпох назад, игрокам придётся проникнуть в самые дальние уголки Квалата и собрать по крупицам правду. Всего в Корпанг существует 4 различные фракции, каждая из которых имеет свои цели и ценности. Иландское королевство, зародившееся в сердце сурового леса, считает основой выживания взаимопомощь и близость к природе. Именно в ней черпает свою невероятную силу световое оружие и ланцев. Кланы Файденов кочуют по безводным пустыням на механических скакунах и в вечной войне с кровожадными изуверами не отступают от законов чести и доблести. Йорнеры перекраивают Квалат силой пара и денег. У них даже безжизненные ледники превращаются в инженерное чудо, поражающее размахом. Кадари построили на болотах общества безграничных возможностей, где под лозунгом абсолютной свободы прячутся коррупция, преступность, интриги, а большая часть населения живет за гранью бедности и тратит последние накопления ради модных имплантов. Вообще мир игры выглядит довольно интересно и похож на смесь стимпанка, фэнтези и космических технологий. Классы Разработчики сохранили стандартную систему классов в ММО, то есть будут танки, дамагеры и саппорты. Никаких универсальных классов, которые могут драться, лечить и танчить, как в других проектах, не будет. Причем каждый класс может выбрать одну из трех специализаций и переключаться между ними вне боя. Скорее всего специализации будут привязаны к видам оружия. Например, чемпион, которого вы видели в трейлере, сможет сражаться двуручным мечом, одноручным мечом и щитом или стрелять из лука. В роликах можно увидеть только воина, который еле передвигается и медленно бьет. Как выяснилось позднее, скорость боя и бега будет зависеть от вещей, которые на вас надеты. Так что есть надежда, что можно будет составлять свои билды персонажей. В первых версиях игры кастомизация персонажей и выбора пола не предполагалась, но слава богу, они услышали игроков и сделали ее. Теперь у каждого класса можно будет выбрать пол и настроить внешность по своему вкусу. У каждого класса будет свое древо навыков, уникальные вещи, сетовые вещи, артефакты и многое другое. Геймплей. Разработчики утверждают, что игра подойдет всем и задротам, и незадротам, и хардкорщикам, и казвальщикам. С трудом в это верится, так как сейчас многие игры привязывают к себе игроков ежедневными ивентами в определенное время. Пропустил, отстал в развитии. Забил на игру на неделю, можно вообще уже не заходить. Здесь же нам обещают огромный мир, где можно делать все что угодно без привязки ко времени. Если вспомнить лучшие годы World of Warcraft, то там вы могли зайти в любое время дня и ночи, найти пати в данж, поохотиться на монстров, сходить на арену и никто вас не заставлял делать это каждый день с 8 до 10 вечера. Если здесь будет так же, без гонки за топом, без циферок боевой мощи персонажа, я буду только рад. В игре, конечно же, будут мирные профессии. Как минимум по трейлеру видно, что можно будет рубить деревья, собирать ресурсы и ковать оружие. Будет так же своя ферма и огород. Ну и, раз есть возможность выращивать траву, должна быть и алхимия. Экономическую составляющую тоже не обошло стороной. Нам обещают большой свободный рынок, обмен ресурсами и многое другое. Получается, что каждый сможет найти себе занятие в игре по душе. Донат Удивила модель распространения игры. Во времена, пока другие игры делают бесплатными и щедро поливают их донатом, CorePunk решила сделать игру платной. Пока, правда, непонятно, будет ли это разовая покупка или ежемесячная подписка. Помимо того, что игра будет платной, донат в игре будет только на косметические цели. Хотите внешку на оружие или новый цвет волос, платите. Также будет доступен к покупке боевой пропуск. Что он из себя представляет, пока непонятно. Очень надеюсь, что это будет не как премиум в Альбион онлайн, который давал огромное преимущество тем, кто его купил. В начале мая нам обещают показать еще один геймплейный ролик или провести короткий стрим с разработчиками. Значит, игра еще активно доделывается и ждать нам ее выхода в лучшем случае в четвертом квартале 2020 года. По итогу нас может ждать изометрическое MMORPG в жанре футуристического фэнтези с открытым миром, кучей классов и бесконечными возможностями. Звучит слишком хорошо. По всей имеющейся сейчас у меня информации, минусов в игре я не нашел. Разве что цены на игру и эффективность боевого пропуска пока не ясна. Видно, что разработчики активно общаются со своей аудиторией, тестируют разные гипотезы и выполняют пожелания игроков. Хочется верить, что все у них получится и нам будет во что позалипать холодными зимними вечерами. Как всегда, пишите в комментариях, что вы думаете об этом. Также, друзья, вы можете поддержать мой канал, оформив спонсорскую подписку по цене чашки кофе или закинуть любую сумму под ссылки в описании. Любая ваша поддержка помогает развитию моего канала и поддержке моей деятельности. Если вам понравилось видео, то поставьте лайк под ним, бахните в колокол и подпишитесь на канал. Можете также сделать репост вашего видео в соцсети, чтобы ваш код тоже его посмотрел. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok